Итак, через 4 часа красноярцы начнут окунаться в холодную воду. Погоду обещают хорошую, людей тоже ожидают много, куда ехать, где парковаться и как правильно окунаться, знает моя коллега Виктория Столярова. Она сейчас находится на набережной возле одной из купелей. Вика, идут люди? Виктория Столярова Для того, чтобы занять удобное парковочное место первыми, а во-вторых, для того, чтобы, ну, может быть, прогуляться по набережной, так сказать, настроиться перед омовением. Вообще, хочу сказать, что в этом году с погодой нам повезло. Нет традиционных крещенских морозов и сейчас за окном примерно минус 10-14 градусов, поэтому достаточно комфортно. А вообще, наша съемочная группа находится, как я уже сказала, на набережной, на Дубровинского. Это чуть ниже, чем парк Горького. И вот здесь уже установлена вот такая купель. Это конструкция деревянная. И воду уже сюда начали наливать. Заполняют эту купель водой из Енисея специальными насосами. Вот они растянулись вон там поодаль, можно посмотреть. И совсем скоро купель полностью будет заполнена водой. По бокам вот здесь вот установили две вот таких лестницы для того, чтобы погружение было максимально удобным, комфортным и безопасным. Рядом с купелью, вот здесь поодаль, находятся две теплые палатки. Это раздевалки, мужская и женская. Вот мы видим, что специальные службы пошли проверять. На самом ли деле там тепло. Но мы видим, что дым оттуда идет. Видимо, действительно тепло там будет. В третьем помещении, в теплом, оно находится на втором ярусе набережной, находится пункт обогрева. Там можно дождаться своей очереди перед купанием и потом выпить горячего чая. Также здесь всю ночь будет дежурить спасатели и скорая помощь. А я еще раз напомню небольшой список правил перед омовением. Нужно обязательно, конечно, проконсультироваться с врачом, поскольку нырять в холодную воду с болезнями сердца и сосудов нельзя. Также нельзя пить из купели. Вода там хоть и очищена, но все равно не стерильно. А главное, говорят специалисты, не приезжать сюда в состоянии алкогольного опьянения. И, конечно, не купаться в неразрешенных для этого местах. К слову, помимо этой купели на Дубровинского, в городе искупаться можно будет возле храма Рождества Христова на Щорса и в клубе Креофил, это на острове отдыха. Советуют специалисты, что раздеваться перед омовением нужно снизу вверх, но носки снимать последними, а с собой брать полотенце, тапочки и сухую одежду. Работать купели будут практически сутки, то есть с 12 ночи сегодняшнего дня и до 10 часов вечера 19 января. Поэтому создавать ажиотаж и ехать сюда принципиально сегодня к 12 ночи не нужно. Можно окунуться и завтра, и тем более, что работать общественный транспорт дополнительно сегодняшней ночи не будет. Нет, автобусы будут выходить в рейсы по своему стандартному расписанию, то есть до 11 часов вечера. Ну а если вы решили приехать сюда на Дубровинского на своем авто, то припарковаться традиционно можно на парковке на улице Дубровинского, а на открытые изменения схемы движения здесь нет. У меня на этом все. Оля, тебе слово. Полная инструкция по крещенским покупаниям от Виктории Столярова.